Добрый день, наши дорогие зрители. Первая часть ответов, вопросов, что происходит и какие поправки в закон об оружии внесены, мы уже говорили, и сейчас появляется необходимость уточниться. Первое, все спрашивают, что же вы так молча ничего не делаете, там происходят такие серьезнейшие изменения. Здесь необходимо понять, что получилась очень неприятная для нас ситуация. Законодатели умудрились. При сроках, которые были ко второму чтению 1 июня, эти поправки были внесены 8 и их в течение одного дня. Сегодня прошли комитет и они оказались уже готовы ко второму чтению за праздничные наши дни. В это время добиться спокойного, понятного разговора по таким сложным предметам, сами понимаете, очень непросто. Ну а дальше в течение 40 минут проходит второе чтение без единого выступающего. С двумя выступающими прошло третье чтение. Ну и сейчас 23-22 числа Совет Федерации. Но здесь есть еще и другая составляющая. Все-таки толчок к этому закону, к необходимости правки закона привели эти страшные события ранее Керчь, теперь Казань. Соответственно, надо находить какие-то решения. И вот эти решения и вырабатывались. А то, что туда оказалось внесено очень много противоречивых, нетехнически не обсужденных моментов, это вот неприятно. Тем более, что это сделано в такой спешке, без обсуждения с какими-либо специалистами, с экспертами со стороны промышленности. Ну и я поэтому и не случайно говорил о том, как предусмотрел закон его внедрения. Если в первом чтении он вступал в силу в первый день после обубликования, ну и сами понимаете, если бы с такими поправками в первый день, то все, что на конвейерах у заводов стоит, все, что в заделе, в заготовках, в материалах, в людях, это полный ступор был бы ни одному заводу, ни на один месяц. То вариант окончательный звучит довольно для нас понятно через год после принятия. Соответственно, если мы сейчас думаем, что это будет первое число июля подписания, то до июля 2022 года есть возможность попытаться провести разговор и разъяснить все непонятные места. Понятно, что исправить кардинально его в обратную сторону будет очень сложно, но растолковать те явные нечеткости, это будет возможно. Раз. И еще раз я повторяю, вот как раз тема «Ланкастер», «Парадокс» – моменты, связанные с магазинами для оружия гладкоствольного. Все те, кто имеют их на руках и все те, кто получат лицензию в течение этого года, имеют право их приобретать, владеть. И в будущем, соответственно, для них предусмотрено, что если вот эти вот поправки ухудшают их, а они как бы вносят много непонятности, то они имеют право оставаться своим оружием, соответственно, и патроны к нему без ограничения срока. И даже концовка хорошая. Ношение, хранение на основании выданных соответствующих разрешений, в том числе при их последующем продлении. Само собой здесь возникает очень много моментов. Как они будут называться? Сколько штук их можно будет хранить? Как это будет переоформляться? Сейчас это в законе нет, и поэтому все технические, подзаконные акты, постановления правительства, регламенты, сейчас их нужно шлифовать, пытаться находить общую точку, вырабатывать какие-то решения. Ну, время есть, и поэтому для нас, в нашем понимании, все, что связано с лонкастером, будет оставаться. Владельцы, само собой, останутся. Сколько их будет? Ну, мы надеемся, что их будет даже больше, чем сейчас, за этот год, и в дальнейшем. Мы же, со своей стороны, будем все делать для развития этого направления. Потому что сам по себе лонкастер, парадокс, это не только то, что появилось не совсем гладкое, не совсем нарезное. Здесь много других и положительных, мировых, в общем-то, тенденций. Первое. Надо понимать, что у нас в России очень немного стран, особые условия приобретения нарезанных оружия. В большинстве стран мира этого нет. И поэтому у нас вот такие сложности возникают. Но это следствие еще и того, что у нас оружие развивалось всегда из военных образцов в основном. И калибры шли оттуда, и патроны шли оттуда. И поэтому у нас явно не хватает более легких, таких пострелушечных. Ну, 17-й, 22-й, ну, 5,6-й, так, калибры для легких спортивных, что ли, соревнований. И нет достаточно большого количества разнообразия тяжелых и универсальных патронов. Ну, за рубежом это 45-70, там, соответственно, 380, таком и так далее. Бушмилет, 44-й, Марлин, там, и много других для разных видов охоты, разные виды патронов. У нас же все вот серединка и ни вправо, и ни влево. И вот как раз парадоксы Ланкастера, или, будем говорить так, 366-й, 9,6, они закрывали эту нишу. На сегодняшний день в 366-м ТКМе есть 7-граммовая пуля, и есть сейчас 16-15, ну, и мы рассчитываем, что будет и 18. То есть диапазон закрыт. Второе, в основном все пули были в России достаточно единообразные. ФМЖ полуоболочка, все. Мы же, стремясь и готовясь к соревнованию с нарезными, развивая и оборудование под этого, имеем возможность сегодня выпускать самые разные пули. И солиды, и цинковые сплавы, и свинцовые, и с покрытиями, и дропи, и кортечь. Поэтому это тоже, на наш взгляд, достаточно хорошее преимущество у этого калибра. И последний вариант, последнее достоинство, которое не очень хочется так громко говорить, но вы его все равно должны понимать. Эти калибры созданы на базе донорских гильз, которые получаются из бэушных патронов. Соответственно, у нас есть некоторые экономические, что ли, форы в этом плане. Мы ее полноценно не могли использовать в прошлые годы, потому что для этого нужно специализированное оборудование для подготовки этой гильзи, для сборки. Соревноваться с ротором очень тяжело. Но за эти годы мы это оборудование подразвили. И поэтому на сегодняшний день очень серьезно рассчитываем, что то постоянное удорожание основных металлов, которые происходят в мире, ну, как-никак. Двухкратный рост по биметаллу. Почти трехкратный рост не по латуни меди. Это неизбежно отразится на гильзе, на патроне. И вот та разница, которая существует в ценах, она несколько уменьшится. Ну, а с учетом массы, останавливающие действия и все остальное, я думаю, что у этих калибров есть будущее. Какое тут жизнь подскажет, мы же со своей стороны попробуем сделать так, чтобы оно было посветлее, радостнее и понятнее. Конкретно по 366 мы видим, знаем, готовим варианты, когда они будут иметь лучший коэффициент. Соответственно, они будут более остроносы для того, чтобы улучшить и траекторию, и добиться некоторых улучшений в подаче, в автоматике. В 9,6 мы ее серьезно хотим расширить на более легкие пули. Какие варианты будут говорить рано, пока не все отстреляно. Есть очень интересные, но непростые в реализации. Есть попроще, поэтому до октябрьской выставки, как намечаем, все это мы сделаем, покажем и запустим. Теперь, если вернуться снова к закону, я уже сказал, что у нас есть с вами определенные этапы. И однозначно четко и понятно, ни промышленность, ни Минпром, ни союз дружейников, ассоциация торговых предприятий не бросают эту тему. Идут непрерывные разговоры, были встречи в Кремле, готовятся документы. Но сейчас, пока об этом говорить рано, то есть первый раунд, к сожалению, прошел вот так нечестно и неправильно, на наш взгляд. Дальше поработаем. Почему неправильно? Потому что те введенные поправки, которые вызывают как раз наибольшие вопросы, это в понятийный аппарат статья 1. Когда гладкоствольным оружием стало все то, что имеет, читаю, круглое сечение, цилиндрическую коническую форму и гладкую, ровную внутреннюю поверхность на всем ее протяжении. Здорово. Гладкая, ровная поверхность. То есть приложил внутри линейку, хорошо, а дульные чоки, сужение на 1,5-2 мм, где здесь гладкая поверхность? А резьба нарезанная под сменные чоки, где здесь гладкая поверхность? Что сейчас? Это будет нарушение? Что все это нужно будет переделывать или переписывать? Ну а дальше идет вообще довольно смешные вещи. Введены понятия спускового механизма и ударного механизма. Ну они с ГОСТами, все здесь нормально. Но когда добавляется термин переделка, то получается следующая вещь. Замена или изменение формы и размеров основных частей оружия. Вот я сейчас сижу и придумываю. Основная часть оружия. Ствол со ствольной коробкой. Мне не подходит прицельная планка. Я хочу поставить регулируемый прицел. Я дорабатываю паз. Или в мастерской мне фрезеруют паз под ласточкин хвост. Все. Формы изменены, размеры изменены до двух лет. Поэтому пунктику. Идем дальше. Замена деталей ударно-спускового механизма. То есть если у кого-то на переломке лопнет пружина, и вы ее замените до двух лет. Если на арках традиционно подбирают под усилия, под холостой перебег, под любые параметры, продается, ставится, меняется. Замена. Снова статья. Изменение формы шептала и так далее. Понятно, если бы написали приводящая к автоогню и так далее. Но здесь этого нет, поэтому любая замена. Ну а дальше идет вообще момент, который технарям объяснить очень сложно. Замена или изменение деталей. Ну, возьмем пневматического оружия. Замена деталей пневматического оружия. У вас постарела манжета, лопнула. Вы ее меняете. Замена. Пружину меняете. Замена. Один разговор. Когда вы меняете, и у вас уходит энергия. У вас уходят характеристики какие-то. Все бы это можно было написать, но ссылка здесь идет на параметры, которые повлекли к изменениям технических характеристик, учитывая их при сертификации. Здрасте. При сертификации, соответствующих ПМК, с международными правилами, учитываются размеры патронника, давление, безопасность. Никаких параметров про то, о чем мы как раз хотели бы добиться, чтобы этого не допускать, когда переделывается оружие по мощности. Вот эти вот фразы, введенные, к сожалению, наоборот, вводят только дополнительные появляются вопросы, но никакие ответы. Поэтому, мне кажется, вот как раз тот год, который у нас есть, сейчас до окончательного что ли вступления, необходимо будет всем вместе собраться, чтобы выработать правильные, технические, грамотные подходы, понять, что хотел законодатель, что хотели бы предложить силовые министерства. Ну и понимать, что промышленность и потребители, это, в общем-то, их, ну, несколько конкурирующие, но не противостоящие силы, и надо правильные, корректные фразы эти отработать, и порядок, и подзаконно, и отказанного сделать. Но, снова возвращаясь к перспективам, что же планирует Техкрим, ну, мы об этом на форуме встречались и говорили. Мы планируем улучшать качество наших патронов, повышать их технические характеристики, бороться всяческими вариантами, экономическими, техническими, чтобы стоимость их росла как можно медленнее, чтобы мы, в общем, как-то с нарезными начали выравниваться еще серьезнее, чем сегодня. И поэтому я хочу вас уверить, что без патронов вы не останетесь, а, соответственно, в оружии и возможностях его улучшения, даже в рамках вот тех нововведений, вся промышленность, я думаю, найдет какие-то достойные, хорошие ответы, и будем вместе развивать это направление. Спасибо. Спасибо.